Фрементл Интернашнл Дистрибьюшн представляет Загадка Нера Вульфа Умолкнувший оратор В ролях Тимоти Хаттон Мори Чайкин Дебра Монг Синтия Ватрос Джо Флагерти Джордж Плимптон Джеймс Толкин Колин Фокс и другие А также Билл Смитрович в роли инспектора Крамера Национальная ассоциация промышленников поддерживает сельское хозяйство, промышленность и американскую систему распределения, которой нет равных. Научное исследование, передовые технологии и система свободного рынка – это залог нашего невероятного процветания. Вступайте в ряды ассоциации, чтобы сохранить жизненно важные интересы республики и всего американского народа. Ченни Бун – зверски убит на банкете Национальной ассоциации промышленников. Интересно, члены этой ассоциации представляют капитал в 30 миллиардов долларов. Да, но при этом древние строители курганов оставили после себя больше следов. Заткнись. Слушаюсь. Как у нас дела с финансами? Это тоже интересно. До следующей недели можно не волноваться, но поскольку это вас не очень волнует… Заткнись. Слушаюсь. Возьми блокнот, инструкции на завтра. План был хитрый. Вульф явно был в отчаянии. У меня рука отвалится выписывать чеки. Ради бога. Держи. Спасибо. Только не трать всё сразу. А тебе чего? Я занят. Вы всегда заняты, но я не отниму много времени. Чего надо? Фергус, как ты разговариваешь с этим молодым человеком? Фергус? Фергус. Здравствуйте, меня зовут Арчи Гудвин. Арчи Гудвин, мой муж говорит о вас постоянно. Ах, вы разбойник. Муж, говорите. Чего тебе? Я хочу, чтобы вы подписали этот документ Фергус. Разрешение на осмотр гостиничного номера, в котором убили Буна. Не дождёшься. Мы уже закончили осмотр. Фергус, помоги мистеру Гудвину. Вы слышали? Помогите молодому человеку. Он всегда такой вредный, да? Катись отсюда. Быстро. Было приятно познакомиться, миссис Крамер. Не хотите как-нибудь выпить чашечку чая? С удовольствием. Гудвин, убирайся. Уже ушёл, Фергус. Можно было подумать, что Хэтти Хардинг – богиня храма, а не помощник директора отдела по связям с общественностью. Я с трудом попал к ней на приём. Как приятно. Правда, я так рада говорить с Арчи Гудвином, которого прислал сам Мир Вульф. Ведь это он прислал вас, да? Прямо к вам. Я летел, как пчела на цветок. И чем я могу вам помочь? Мир Вульф прислал меня за списком членов ассоциации, которые были в прошлый вторник на банкете. Ясно. Может, присядете? Конечно. Пахнет промышленностью. Национальный. Мистер Гудвин, всё это интересно, но для чего мистеру Вульфу этот список? Я могу ответить только искренней ложью. Ему нужны их автографы. Мистер Гудвин, вы понимаете, что эта история весьма неприятна для наших работодателей. Наш гость, директор бюро контроля цен, был убит прямо на ужине. За 10 секунд мы лишились многолетней репутации. Откуда вы знаете, что за 10 его ударили по голове гаечным ключом 4 раза? К чему вы клонитесь? Хотите доказать свою объективность? Просто я знаю, как работает полиция. Если бы вы сказали про 10 секунд полицейским, вас бы замучили допросами. Простите, я не спала две ночи. Нервы? Понимаю. Я попрошу вас уйти. Я не могу дать вам список без разрешения мистера Эрскина. А кто это? Мистер Эрскин, президент нашей ассоциации. Я уверена, вам это известно. А, да, да. Мистер Гудлин, скажите мне вот что. Кто нанял мистера Вульфа? К сожалению, мисс Хардинг, я тоже делаю все только с одобрения своего начальства. Франси, соедини меня с мистером Эрскином. Немедленно! Так что вы ищете? Мистер Вульф попросил меня осмотреть номер. Вот, осматриваю. А на кого работает Вульф? Здесь и думать нечего. Он всегда работает на Вульфа. Впрочем, как и я. Любопытно. Арчи, чем мы можем помочь? Мистер Вульф хотел бы узнать, вдруг вмешательство частного детектива в дело Буна нежелательно для ФБР. Дело Буна? Да, убийство. Ченни Буна. Вы считаете, что мистер Буна был убит, работая на правительство? А все-таки, каков интерес Вульфа? Никакого. Он пытался подойти ко мне с сорока направлений. Я ушел через полчаса, как ожидалось, ни с чем. Крючки наживлены. Ты действовал незаметно. Мне уже позвонили Крамур, Рэк из ФБР и мистер Рот из отеля. Что ж, ты голоден? Да. Пора подкрепиться. Я сейчас подойду. Дом Нировульфа. Арчи Гудвин слушает. Мисс Хэти Хардинг желает поговорить с Нировульфом. Простите, но он занят жареной свининой. Это дело необычное. Всего на минутку. В мире секретарей минутка может означать от 10 секунд до 10 минут. Доброе утро. Это Хэти Хардинг. Мистер Эрскин хочет пригласить мистера Вульфа. Мой босс редко покидает дом, тем более по делам. Но это мистер Эрскин. Для вас он бог, а для Вульфа никто. Подождите. Мистер Гудвин. Да, я здесь. Стал старше, мудрее, но все еще здесь. Мистер Эрскин приедет к вам в половине пятого. Если он приедет в половине пятого, то прождет полтора часа. С четырех до шести Вульф занимается орхидеями. Это смешно. Не менее смешно, чем игра в испорченный телефон. Но я же терплю. Подождите. Операция «Гонорар» началась. Фрэнк Эрскин и его света прибудут в десять минут четвертого. Я доволен. Возможно, это пустая трата времени. Но кто вас нанял расследовать убийство Ченни Буна? Я никому не давал согласия и не брал денег. И какое мнение сложилось у вас? Мнение профессионала имеет цену. Мы заплатим. Внушительную сумму. Оно станет ценным, когда я начну работать, а я работать не люблю. Мистер Эрскин-младший. Кресло для того, чтобы сидеть. Вы пришли, чтобы нанять меня? Мы уже обсудили это. Возможно, это пустая трата денег. Вы же очень хороший сыщик. Я лучший, но ситуация очевидна. Вас беспокоит лишь репутация ассоциации. Общественность уже вынесла вердикт. Девять человек из десяти уверены, что знают, кто убил мистера Буна. Ваша ассоциация. Это абсурд. Да, но что поделать? Должен сказать, что единственный выход для вас – это искать убийцу. Но я возьмусь за это дело с большой неохотой. Арчи? Итак? Выпиши чек. А что нам остается? Выписывай. Мы деловые люди и понимаем, что вы не даете гарантии. Выпиши тридцать. Когда начнете? Не сразу. Я жду вас сегодня вечером у себя, скажем, в девять часов. Но у меня важная встреча. Это исключено. Я тоже не могу. Как скажете, мистер Уинтерхоф. Арчи, достань блокнот. Телеграмма. Вы приглашены к Неравульфу. Сегодня в девять часов на обсуждение обстоятельств убийства Буна. Пошли ее инспектору Крамеру, мистеру Реггу из ФБР, мистеру Кейтсу, мисс Гюнтер, миссис Буна и мистеру Декстеру. Господа, вы придете? А у нас есть выход? Вульф заслужил мое восхищение. И не только своей хитростью, но и прозорливостью. Он хотел познакомиться с этими людьми и знал, что они не останутся в стороне. Здравствуйте. Арчи Гудвин? Вы приходили к мисс Хардинг. А вы Арчи Гудвин, да? Да. Я так и думал. Я к Неравульфу. Дон О'Нилл из корпорации О'Нилл и Уордер. А также член собрания древностей под названием Национальная ассоциация промышленников. Сюда, верно? Я слушаю. Я восторгаюсь вашим кабинетом. Спасибо. Но вы не за этим сюда пришли. Нет. Я председатель банкетной комиссии, поэтому оказался в гуще событий. Тратить деньги ассоциации на расследование убийства — это химера. Я так им и сказал. Похвально. А? Вы хотите, чтобы я отказался от дела? Нет. Это бесполезно. Вы ни за что не откажетесь. Правда? Никогда мне нужны деньги. Для чего вы пришли? Полиция подозревает всех, кто связан с нами. И мне кажется, Эрскин нанял вас, чтобы вы отвлекли внимание полицейских. Хотя он это отрицает. Я тоже отрицаю, но что если мы оба лжем? Сегодня вечером мы собираемся это обсудить. Вы присоединитесь к нам? Обязательно приду. Я уже предупредил остальных. Тогда мы вас не задерживаем, Арчи. У каждого в этой комнате есть алиби. Фиби Гюнтер, которая не пришла, — последняя, кто видел Буна живым. Она привезла реквизит для речи, в том числе гаечный ключ, орудие убийства. Кейтс обнаружил тело в 7.45. Бун опоздал и пошел к себе в номер с кожаным чемоданчиком, который он отдал мисс Гюнтер. Гюнтер говорит, что забыла его на подоконнике, но... Мисс Гюнтер ошибается. Четверо видели, как она вышла с чемоданчиком из гостиной. Удивительно, что... Подождите, что за чемоданчик? Это сахвояж? Нет, похож на докторский. В нем были валики для диктофона. Бун привез их из Вашингтона. Покинув Буна, мисс Гюнтер отнесла чемоданчик в гостиную и забыла его на подоконнике. А что было на тех валиках? Письма? Фиби Гюнтер говорит, что не знает. А Бун ей не говорил. Можно бокал Бурбона? Кто-нибудь видел чемоданчик в гостиной? Нет, глава ассоциации из Вашингтона был последним. Господи, опять виновата ассоциация. Хватит. Постоянное упоминание ассоциации – это плачевно, но что поделать? У мистера Буна было много врагов, и многие из них – члены ассоциации. Но разве убийца обязан быть врагом убитого? Мистер Декстер не был врагом мистера Буна. Допустим, он стремился стать директором бюро контроля цен, которым он сейчас является. Он мог принять меры, чтобы... Хотите, чтобы вас привлекли за клевету? Я просто высказываю свое мнение. Но есть и другие. Слухи о Буне и его секретарше Фиби Гюнтер гуляли давно. Я протестую. Это возмутительно и за пределами порядочности. А вы не лезьте, Кейтс. Сядьте и заткнитесь. Мистер Кейтс, вы же понимаете, что личные эмоции часто приводят к насилию. Правда, что вы хотели жениться на племяннице Буна, хотя знали, что он был против. Что? Это наглая ложь. Мистер Вольф, вы пригласили нас на сеанс Инквизиции? Я объясню. Он хочет узнать как можно больше и быстрее, не вставая с кресла. Я не знаю, как вы, а я, похоже, пришел зря. Мэлли. Рэк, вы идете? Благодарю за визит. Мистер Гудвин проводит вас. Что ж, спасибо, что пришли. Жаль, что Крамер сорвал встречу. Продержимы их пару недель, то что-нибудь узнали бы. Все не так плохо. Вы правы, это громкий успех. И кто же из гостей наиболее интересен? Мисс Гюнтер. Почему? Потому что она не пришла. Пригласи ее ко мне. Нужно 20 минут 12-го. Ночами улицы не так опасны. Меньше машин. Что ж, возьму моторуллер. Не в моих правилах делать комплименты девушкам в первые пять минут знакомства, но когда она открыла дверь и свет осветил ее волосы, у меня невольно вырвалось. Златовласка? Да. Я пользуюсь именно этой краской. Да. Конечно. Арчи Гудвин. Не сомневаюсь. Позвольте ваше пальто. Конечно. Вы вернете его? Посмотрим на ваше поведение. И шляпу. Да. И шарф. С мистером Кейтсом вы знакомы. Здравствуйте. Добрый вечер. Мистер Кейтс пришел рассказать о вашей вечеринке. Выпьете? С удовольствием. Вы пришли посмотреть на цвет моих волос или с другой целью? Простите, я не хотел вам помешать. Ничего страшного. Правда, Эл? А я возмущен. Его наняла ассоциация. Ты говорил. Но раз мы это знаем, то будем умнее и постараемся выводить из него больше, чем он выводит из нас. У меня есть теория насчет Кейтса. Какая? Спасибо. Судя по его речи, он начитался старинных романов. А руководителю аналитического отдела вообще не следует читать романы. Я не дискутирую с теми, кто мне не доверяет. И я не думаю, что вы... Что? ...умнее меня. Красивее, да, но вряд ли умнее. В родном городе я стал чемпионом по правописанию в 12 лет. А как пишется ищейка? Что за детский сад? Вы намекаете на то, что охота на подозреваемых в убийстве – постыдная работа. Вы же умная. Ладно, сдаюсь. Если убийца – человек из вашего бюро, и вы не хотите, чтобы его поймали, то держитесь от Вульфа подальше. Если же это сделал кто-то из ассоциации, тогда поехали к Вульфу. А если это сделали вы и хотите сознаться, пожалуйста. Ты понимаешь, к чему он клонит? Эл, не будь дураком. Я тебе все объясню. Он понял, что я умнее его, и решил поиздеваться над тобой. Он явно тебя подозревает. И вообще, тебе лучше уйти. Нет. И все же. Ему нельзя доверять. Ты уже говорил. Кейтс проиграл, и вскоре мисс Гюнтер вновь улыбалась мне. Итак, научите меня таблице умножения. Можно позвонить. А кому вы хотите позвонить? Просто скажите «да». Да. Он там. Я вижу. Спасибо. Мистер Вульф, это Арчи. Я у мисс Гюнтер. Нет смысла вести ее к вам. Во-первых, она крайне умна, но это не все. Я мечтал о такой последние 10 лет. Не скажу, что она красива. Это дело вкуса. Просто она соответствует моему идеалу. Поэтому будет лучше, если я разберусь с ней сам. А вы ложитесь спать. Я приду утром. Хорошо, Арчи. Идемте. Куда? Не скромничайте. Вы изо всех сил старались уговорить меня поехать к нейру Вульфу. И хорошо постарались. Ваша взяла. Кстати, я рада, что вы не считаете меня красивой. Ничто так не раздражает женщину, как слова о том, что она красивая. Я не говорил, что вы не красивая. Я сказал... Я слышала, что вы сказали. И меня это задело, потому что я считаю себя красивой. Я-то... Я хотел что-то сказать, но у нее дернулся уголок рта. Ни спорю, я не знал, что сказать. К тому же, она действительно была чертовски красива. Спасибо. Мы пришли. Позвольте ваше пальто. Да. Благодарю. Я сейчас. Чувствуйте себя как дома. Что еще? Шафран. Только иранский. Это невозможно. Она здесь. Если не иранский, я даже не притронусь. Но его не достать. Не притронусь. Хорошо, я попробую. Хорошо. Мистер Бун ушел к себе в номер и попросил его не беспокоить. А мистер Эрскин отвел меня туда вместе с реквизитом. Вы хорошо его знаете. Нет. И, конечно, ненавижу его. Как и всех из ассоциации. Конечно. Я пробыла там не более двух минут. Мистер Бун вручил мне кожаный чемоданчик. Я пошла в гостиную, а затем в банкетный зал. И тут за коктейлем я вспомнила, что оставила чемоданчик на подоконнике в гостиной. Я пошла туда, но там его не было. Вы открывали его? Нет. Четверо подтвердили, что вы отнесли его из гостиной в банкетный зал. Вы верите им или мне? Что входило в ваши обязанности? Выполнять распоряжение Буна. Но что он от вас получал? Покорность, лояльность, дружбу, страсть. Ради бога, мистер Бун видел во мне расторопного работника. Не скажу, что за два года работы на мистера Буна я перестала быть страстной. Но я никогда не смешивала личную жизнь с работой. Наверное, берегла страсть для мистера Гудвина. Гудвина. Поскольку в убийстве Буна обвиняют ассоциацию, она заинтересована в том, чтобы убийцу поймали. И поэтому я пришла сюда. А вы не думали о том, что ваше бюро предпочло бы, чтобы его не поймали? Да, это логично. Но я так не думала. Тогда почему вы не пришли раньше? Не захотела. Но пришли с Гудвином. Конечно. Любая девушка, желающая отдохнуть, пойдет куда угодно с мистером Гудвином. Потому что ей не нужно думать. Мистер Вульф, я не собираюсь сидеть тут всю ночь. Теперь ваша очередь отвечать. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Кто нанял вас и на что вы согласились? Эрскен, Уэнтерхоф, Эрскен-младший, Бреслоу и О'Нил. Они хотят поймать убийцу. Кто бы он ни был? Да. Они пытались вас убедить, что убийца не из их организаций? Нет. Вам не кажется, что это один из них? Нет. Это глупо. Вы говорите только да или нет. Я отвечаю на ваши вопросы и пока что ни разу не солгал, что не скажешь о вас. Вы думаете, я сказала неправду? Не знаю. Пока. Продолжайте. Вам не кажется, что убийство было непреднамеренным, потому что о гаечном ключе никто не знал? Нет. Но могло быть? Да. Члены ассоциации сказали вам, кто мог взять чемоданчик? Нет. Или где он? Нет. Вы знаете, кто убийца? Нет. Откуда мне знать, что вы говорите правду? Я в таком же положении, что и вы. Но мне незачем лгать. Чушь. Каждый имеет причины лгать. Продолжайте. Не буду. Это бессмысленно. Я поеду домой спать. Вы проводите меня до такси? Я отвезу вас. Заодно поставлю машину в гараж. Ну не дуйтесь. Иногда мне хочется почувствовать мужскую руку. Да. Я мужчина. Я так и думала. Когда все закончится, я научу вас играть на бильярде или пользоваться словарем. Спасибо. Когда все закончится. Да. Не общайся с ней без моего приказа. Умная женщина всегда опасна. Утром вызовешь Соло и Фреда. Спокойной ночи. Хорошо. Спокойной ночи. Сол, ты займешься отелем. Допроси всех и вся. Фред, ты поедешь в ассоциацию и составишь необходимые списки. Докладывать только мне. Вам ясно? Да, сэр. Неужели все так плохо? Как так? Вы знаете, о чем я. Посылать Фреда и Сола за мелкой сушкой. Где ваш гений? А что может гений? Тысяча человек и у каждого мотив. Зачем я вообще согласился на эту авантюру? Не пытайтесь все свалить на меня. Если хотите сдаться, верните им 30 тысяч и скажите, что вы заболели коклюшем или свинкой. Соткнись. У вас ничего нет. Ничегошеньки. Есть. Есть? Что же? Меня заинтересовала одна фраза мистера Унила. Я не поверил ни единому слову. Я помнил все, что он сказал. Телеграмма, сэр. Благодарю, Фридс. К сожалению, слежка за Унилом не представляется возможной, хотя я считаю это необходимостью. Не могу ничего гарантировать Артур Бреслоу. Скажи, что еще ты предпринял без моего ведома. Ничего. И ты здесь ни при чем? Нет. Позвони Бреслоу. Бреслоу. Возьмите трубку. Я не посылал телеграмму. Вы ничего об этом не знаете? Абсолютно. Значит, возникла ошибка. Прошу меня извинить. А я могу узнать? Проследить ее? Или предположим, что отправитель знает о телефонных будках? Мы не можем это игнорировать. Зайди его как можно скорее. В 8 утра я сидел в такси в 50 шагах к северу от дома, в котором проживал Унил. В 10 часов Унил вышел на улицу. Это он. Поехали. Движение было редким, поэтому следить незаметно было сложно. Не успел автомобиль подкатить ко входу отеля «Астер», как Унил выскочил и забирал внутрь. Я же говорил, что он торопится. «Астер» «Астер» «Наметно» «Астер». По всей видимости, он не догадывался о слежке и направился в почтовое отделение в подвале. Он отдал квитанцию и получил предмет, который показался мне весьма интересным, даже несмотря на то, что я стоял далеко. КОНЕЦ В центр. Добрый день, мистер Унил. В центр? Не подбросите? Гудвин, откуда вы? Вообще-то я не в центр. Вы определились. Я хочу задать вам пару вопросов. Например, что в чемоданчике? Запад, 35-я улица. Это не ваше такси. Вы грабитель? Не волнуйтесь, он друг. На север сверните на пятую. Будет проще, если мы поедем к Нейровольфу. Парк-авеню, 350. Плохая затея. Мне придется показывать удостоверение партии, просить его позвонить в полицию. Так шумиха поднимется, даже не думайте. Я моложе и бегаю быстрее. Может, мы уже поедем? Запад, 35-я. Собственность, бюро контроля цен. Мистер Ченни Бун, председатель. Мистер Аннин, перестаньте дергаться. Я не буду отвечать на вопросы, пока не прослушаю записи. Вы же не такой дурак. Идите к черту. В таком случае, сэр, вы дурак. Когда привезут диктофон, Гудвин выставит вас за дверь, а мы прослушаем записи. Вы этого не сделаете. Я нет, а Гудвин да. Черт! Что вам нужно? Где вы это взяли? Хорошо, я скажу. Вчера вечером мне позвонила домой некая Дороти Ангер. Из бюро. Она сказала, что по ошибке отправила мне чужую квитанцию на посылку. Утром я получил конверт с квитанцией, а остальное сами знаете, потому что вы все подстроили. Буздор, отдайте Гудвину конверт. Нет, я хочу, чтобы его изучил настоящий детектив, а не вы. Тогда вы не услышите записи. Я должен. Я считаю, что на валиках записана речь Ченни Буна, которая, возможно, связана с его убийством. Наша почта все хуже и хуже. Из пяти марок погашена только одна. Да, Фридж. Привезли диктофон. Здесь поставьте. А теперь объясните, как эта штука работает. Все просто. Подключаете микрофон, кладете его на подставку, это кнопка записи, валик вращается на барабане. Все. Спасибо. Кажется, все ясно. Арчи, принеси шляпу и пальто, мистера. Решили обмануть меня? Я не обещал, что вы что-то услышите. Или вы хотите вылететь отсюда кубарем? Я не уйду отсюда. Арчи, идемте. Так будет лучше. Э, нет. С такой реакцией только с черепахами драться. Поверить не могу. Я не просил тебя его бить. Он ударил меня ногой. В следующий раз сами разбирайтесь. Включай. Мы потратили целый час на это. Там не было ничего особенного, и я не винил Вульфа в том, что он мрачнее тучи. Стоило только отметить, что как минимум четыре валика были записаны за день до убийства. Возможно, Бун взял не тот чемоданчик, когда выехал из Вашингтона. Да уж. Отдай валики Крамеру и объясни, как они к нам попали. Опять разорется. Не сомневаюсь. И вызовем мисс Гюнтер. Вы уверены, что ей можно доверять? Нет, но я хочу ее видеть. Будь я проклят. Это любопытно. Крамер был в отчаянии. Если бы у него что-то было, он бы сразу нас обвинил в сокрытии улик. Будь я проклят. Когда я покинул Крамера, он еще не догадался, что валики ничем ему не помогут. Мистер Гудвин. Инспектор Крамер звонил вам. Нет, а для чего? Я отнес ему валики, которые вы забыли на подоконнике. Где вы их нашли? Долго рассказывать. Вы их послушали? Интересно, но бесполезно. Они записаны раньше вторника. Это невозможно. Вы кого-нибудь ждете? Нет. Гудвин, открывай. Открывай. Быстро. Добрый день, мисс Гюнтер, сержант Стэббанс, отдел убийств. Мой шеф-инспектор Крамер будет признателен, если вы проедете со мной. У него те самые валики для диктофона. А вы умеете сразу перейти к сути. Ты все еще здесь? Идите к черту. Мисс Гюнтер, поступайте, как знаете. Просто говорят, что если государственный служащий просит вас проехать с ним куда-то, это ложь. Им нужен ордер, которого нет. Знаете, мистер Гудвин, я полностью доверяю вашему мнению, поэтому решать вам. Либо я еду к Вульфу, либо я еду вместе с этим с сержантом-переростком. Как скажете. И тут я допустил ошибку. Да. Вы не возражаете. Я глубоко признателен вам за доверие. И мне не хочется этого говорить, но я считаю, что вы должны принять предложение инспектора Крамера. Я позже объясню почему. До встречи. Пальто наденьте. Я опоздал, приехал Стеббенс, и он понравился ей больше, чем я. Я не только допустил ошибку, я солгал шефа. Почему он приказал подать завтрак Фредо и Соло к себе в комнату? Мисс Гюнтер не отвечает? Положите трубку. Я звонил Фибе несколько раз, но так и не дозвонился. После обеда я прилег на кушетку и начал думать о том, как избежать гнева моего шефа, как вдруг в дверь позвонили. Инспектор Крамер и Соломон Декстер. Странный вы человек. Я вас проверил через ФБР и армию. Отзывы положительные, и все же вы помогаете ассоциацией этой кучки воров и головорезов. Почему вы на меня кричите? Что ему от меня нужно? Он думает, что вы подстроили все так, чтобы казалось, будто бюро хотело подбросить в валики ассоциаций. Чушь. И вы верите в это? Я нет. А вы не настолько глупы. Что-нибудь еще? Да, в нашем бюро нет никакой Дороти Ангер. Разумеется. Что значит разумеется? И не должно быть. Кто-то придумал историю с неправильным адресатом и выдумал Дороти Ангер. И вы знаете кто? Что за ерунда? Вы обвиняете меня в связи с преступниками? Я разыскиваю убийцу. И далеко продвинулись? Дальше, чем вы. Иначе бы вы не пришли. Так почему же в прошлый раз вы не указали на него пальцем, чтобы я забрал его? Я уже собирался это сделать. Но один из них сказал кое-что. Да? И кто же? Я работаю над этим. А вы вмешались и всех разогнали. Ах да, я все испортил. И хочу загладить вину. Я сделаю все, что вы скажете. Хотите, я всех соберу? Блестящая идея. Блестящая. Так и сделайте. Позвоните прямо от нас. Вы думали, я серьезно? Да, вы бы не пришли. Не будь вы в тупике. Да кем он себя возомнил? Стеббанс, не вешайте трубку. Пэрли? Да. Да. Положи это в папку с пометкой «дерьмо». Нет, у тебя сохранился список гостей Вульфа? Вызови их немедленно. Включай Фиби Гюнтер. Знаю, знаю. Но если меня уволят, то какая разница? Похоже, все намазит. Дело хуже, чем раньше. Никаких отпечатков. Если Бун взял не тот чемоданчик, уезжая из Вашингтона, то нужные валики остались в его офисе. Но их там нет. Существует два варианта. Фиби Гюнтер полетела туда на следующий день после убийства и вернулась с днем. С ней был чемодан. Она объяснила причину своих передвижений. Фиби Гюнтер может объяснить все, что угодно. Но что делать мне? Комиссар полиции исполняет пляску святого Вита. Мэра мучают кошмары, все по моей вине. А я сижу тут и плачусь вам. Вот такая ситуация, мой толстый друг. Как сказал Чарли Маккарти Герберту Гумеру. Фергюс? Спасибо, Арчибальд. Пожалуйста. Осторожней. Ковер-то все равно не мой. Вы не против? Все, как и в прошлый раз. Мисс Гюнтер, видимо, не любит скопления людей, особенно таких. Верно, Парли? Я позвонил ей больше часа назад, обещал приехать. Что ж, не будем ждать, начнем. Во-первых, вы получили приглашение от моего имени. Но эта встреча неофициальная. Я не в ответе за то, что вы здесь. Если хотите встать и уйти, пожалуйста, уходите. Во-вторых, многих возмущает тот факт, что Вульфа наняла ассоциация промышленников. Поэтому члены бюро могут уйти, а члены ассоциации выписать Вульфу чеки. Что-то случилось. Там. Там. Что? Идемте, я покажу. Смотрите. Я всегда проверяю служебный вход. И вот, что я нашел. Было темно, но я понял, что там лежит. Оставалось выяснить имя жертвы. Фритц, принеси фонарик. Никуда не уходи. Помимо этого, я должен сказать следующее. Если кто-то хочет поспорить со мной, пожалуйста. Мистер Крамер, вопрос в том, насколько резонно... Мистер Крамер, выйдите в холл. У Гудвина для вас послание. И захватите с собой Стеббенса. Как я уже говорил, вопрос в том... Вероятно, Фиби приехала, поднялась на крыльцо, и убийца ударил ее до того, как она успела позвонить в дверь, столкнув ее вниз. Затем он спустился и прикончил ее. Что это, Фритц? Посвети сюда. Рядом с телом лежал кусок железной трубы. Девушку ударили по голове четыре раза. Черт. Это возмутительно. Мы все отвечаем на ваши вопросы уже который час. Мы позволили себя обыскать. И рассказали вам обо всем, что вы желали услышать. Молчать! Встаньте рядом с ним. Откроет рот, заткните его. Это всех касается. Уже шесть дней я нянчусь с вами, как с маленькими. Потому что был вынужден. Но теперь игры окончены. Один из вас убил женщину, и я уверен, что этот же человек убил Буна. И вот что я скажу. Труба, которую убили мисс Гюнтер, старая и ржавая. И значит, на руке и одежде убийцы остались частицы ржавчины. Сейчас мы проверим ваши руки и одежду под микроскопом. Нравится вам это или нет? Перли, уведи их отсюда. Вы слышали? Вставайте прямо по коридору в столовую. Поторапливайтесь. Давайте, давайте. Дамочки, вас это тоже касается. Там поговорите. Прошу. Дом Нировульфа. Арчи Гудвин слушает. Мистер Рек, у вас? Да, мистер Рек, вас к телефону. Да? Все как мы и предполагали. Мы только что обыскали квартиру мисс Гюнтер в Вашингтоне. Она лгала. В шляпной коробке, в шкафу было пять валиков. Пять? Вы недовольны? Это все равно, что ни одного. Какая жалость. Их должно быть шесть? Что нашли? Этот шарф был найден в правом кармане этого пальто. На его поверхности около двадцати частиц с этой трубы. Чье пальто? Алджер Кейтса. Приведите его. Законопослушный, гражданин. Вы были близким другом, мисс Гюнтер? Не близким, но мы часто встречались по делам работы. Вы восхищаетесь ей? Да, как коллега. Она хорошо одевалась? Учитывая ее яркую внешность и стройную стать, она одевалась со вкусом. Значит, вам известен ее гардероб. Когда в последний раз на ней был этот шарф? Я никогда его не видел. Ни на ней, ни на ком другом. Очень жаль, потому что на этом шарфе много ржавчины от найденной трубы, при помощи которой убили мисс Гюнтер, а также потому, что шарф был найден в кармане вашего пальто. Где? Арчи. Это ваше пальто? Мистер Декстер! Мистер Декстер! Не орите, заткнитесь. Зачем вам Декстер? А я предупреждал Фиби, что ей нельзя приходить. Когда предупреждали? Когда? Отпустите меня. Отпустите. Отпустите. Не бойтесь, это не больно. Затем миссис Бун. Нет. Ваша очередь, кружка. Идемте. Нину. Нет, не видела. Вы уверены? Да. Я провожу вас. Затем Эрскина-младшего. Нет, не видел. Я могу идти? Да. Спасибо. Это повторилось еще несколько раз, пока, наконец, не вошел мистер Уинтерхоф. Мистер Уинтерхоф, взгляните, пожалуйста. Где вы его взяли? Это мой шарф. Вы надели его сегодня? Или он был в кармане? Ни то, ни другое. Его украли на прошлой неделе. Где и когда именно? Прямо здесь, значит, в пятницу. В доме Вульфа? Да. Вы кому-нибудь говорили о пропаже? Да, я рассказал. Жене. Но к чему вы клоните? Где вы его нашли? Где? Существуют веские улики, указывающие на то, что этим шарфом была обернута труба, при помощи которой убили Фиби Гюнтера. Это абсолютный нонсенс. Это смешно, абсурдно. Вы хотите меня подставить? Отдайте шарф. Я хочу домой. Это мой шарф. Верните его. Верните, я требую. К счастью, у Винтерхофа утихомерили, потому что ничего важного он не сказал. Когда дверь закрылась, Крамер сел и вздохнул с облегчением. Господи боже. Винтерхоф, чертов лжец. Мы ищем не лжеца, а убийцу. Четыре утра. Вы в тупике, я пошел спать. Я пойду спать. Мы? Мы в тупике. Хотите сказать, что вы не в тупике? Нет, я не в тупике. Просто я устал и хочу спать. Арчи, проводи гостей, а я пойду спать. Господа, рабочий день окончен. Черт! Утром Фритц принес на кухню под нос Вульфа и вручил мне инструкцию вызвать Соло Фреда и Делла Бескома к одиннадцати часам. Найдите двадцать человек, которые не запросят много денег. Он выгнал меня на кухню помогать Фритцу ощипывать кур. Это делается так. Тянешь и выдергиваешь. Теперь попробуй. Перевернуть? Да. Нет, нет. Вот так. И тяни. Ясно. Очень хорошо. Когда я пришел на ланч, Вульф сказал. Арчи. Привези корреспонденцию от Бескома, не распечатывая. Отчеты по крупной операции? Да, я нанял двадцать человек. Один из них может накопать чего-нибудь. Может мне переехать в отель, чтобы я не услышал ничего лишнего? Арчи, ты меня давно знаешь. Вы уволите меня или мне подать заявление? Я хочу, чтобы ты завоевал расположение мисс Бун. А сами не хотите попробовать? Я говорю о работе детектива. Я хочу знать, как сильно она доверяла мисс Гюнтер. Займись этим после еды. Я звоню вам по поручению одного человека, мисс Бун. Я вас не отвлекаю? Нет, у меня есть минутка. Это хорошо. Я хочу пригласить вас на ужин за счет ассоциации. Но хочу сразу предупредить, что это деловое предложение и мне нельзя доверять. Звучит опасно, но сегодня я не могу. Можете не стараться. Я ужинаю с тетей. А как насчет завтра? Пообедаем в тюльпановом зале? Можно, но я могу опоздать. Обычно я опаздываю. Оно и понятно. Вы вполне нормальная женщина. Тогда до завтра. Хорошо, до встречи. Жаль, что не сегодня. Сэр, вы не сможете выманить ее даже в ювелирный дом Тиффани. Затем я занялся выполнением мелких поручений. К примеру, меня попросили повторно заказать диктофон. Хотя я точно знал, что слушать нечего. Затем к нам пришел Эрскин, требуя результатов. Сколько еще ждать? 24 часа? Фрэнк. 48? Каждый день промедления наносит урон нашей ассоциации, а следовательно, интересам республики и американского народа. Папа, у меня сердце разрывается. Заткнись! Мы решили предложить вознаграждение в размере 100 тысяч долларов любому, кто приведет нас к аресту и судоубийце. Вы не надеетесь на приговор? Конечно нет. Ареста и суда будет достаточно. Мы потеряли покой с тех пор, как убили моего дядю. Должно быть, я выгляжу ужасно. Мисс Бун, я понимаю, сейчас не время судить, но назвать вас неприглядной я не могу. Я уверен, что на улице один мужчина из трех ускорит шаг, чтобы увидеть ваше лицо. Да? А другие два? Других уже сбил грузовик, когда они пытались вас догнать. Так о чем вы хотели поговорить? Нет, нет, нет. Еще рано. У меня правило. Первые 15 минут обсуждать внешний вид девушки. И если повезет, то вы расскажете мне все, даже номер вашей страховки. Не хочу вас огорчать, но я обещаю, учитель, что вернусь в половине третьего. Тогда не будем тратить времени, стараясь сломить ваше сопротивление. Мне нравится. Продолжайте пытать меня. Вы уверены? Ладно. Но у меня необычные методы. К примеру, человек 100 пытаются выяснить, встречаетесь ли вы с Эрскиным младшим в ожидании, когда его жена согласится на развод. Лично я хочу спросить об этом прямо. Это правда? Встречаюсь ли я с ним? Тайком. Нет, это смешно. Знаете ли вы кого-нибудь из ассоциации лично? Пару человек. Впрочем, если я ей вспомню все наши разговоры, вряд ли это вам поможет. А что насчет вашей тети? У нее много друзей, если вы понимаете, о чем я. Спросите у нее сами. Возможно, поэтому она хочет с вами встретиться. Вы согласны с утверждением Бреслоу, что ваша тетя убила мужа из ревности к Фиби Гюнтер и закончила свое грязное дело у дома Вульфа? Нет. А кто-то согласен? А что, если Фиби Гюнтер забеременела? Господи боже, вы хватаетесь за соломинки. Вам нравилась Фиби Гюнтер? Я завидовала ей. Мне бы хотелось работать на ее месте, но я бы не смогла ее заменить. Ее лихорадило от преданности начальства. Лихорадило? Это плохо. Это серьезно. Она была намного опаснее для ассоциации, чем мой дядя. Правда? А что насчет Декстера и Кейтса? Кейтса? Господи, посмотрите на него. Он обычный щитовод. У него зловещий вид. У Алджера Кейтса? Не знаю. Мне кажется, он просто нелег. Мистер Гудвин вас к телефону. Осторожнее. Простите меня. Гудвин слушает. Арчи, немедленно приезжай. А что случилось? Немедленно. Мы как раз собирались к миссис Бун. Я сказал быстро. Проклятие. За что мне такое наказание? Черт возьми. Почему ты так долго? Это невыносимо. Кто такой инспектор Эш? Вы не помните? Он служил у Крамера. Сейчас он в Квинсе. Автомобиль на ходу. Конечно. А что? Мне нужно в полицию. Господи. Крамера сняли с этого дела. Его место занял инспектор Эш. Он выписал ордер на мой арест. Крамера турнули? Так сказал этот, как его, Хомарт. Сколько можно повторять? Инспектор Эш заменил Крамера и теперь мы должны ехать к этому недоуку. Эшу. Вы не юрист, поэтому сведения, полученные от клиентов, не являются конфиденциальными. Детский сад, вы думаете, я признаю, что мне известна конфиденциальная информация? Чушь. Мой предшественник вас избаловал. Он не умел с вами разговаривать, но теперь вы почувствуете разницу. Мистер Эш, вы глупы и неотесаны. Вот как? В таком случае... Довольно. Я только хотел... Мне плевать, что ты хотел. Ты решил, что Вульф что-то скрывает? Вот и выясняй. В любом деле, где пахнет хорошими деньгами, Вульф всегда умудряется раздобыть важные сведения, но раскрывает их, когда ему это выгодно. И, как правило, это оборачивается катастрофой для правонарушителя. Это камень в огород полиции? Ваше болтовне нелепо. Меня вызвали сюда слушать, как вы обсуждаете мою персону. Расскажите все, что вам известно об этих убийствах. Я не удивлюсь, если вы располагаете фактами, которые укажут на убийцу Буна и Гюнтер. Разумеется. Как и вы. Но это не значит, что убийца сидит в машине. Вы серьезно или нет? А вы как думаете? Если вы блефуете, то пожалеете об этом, а если нет, вы у меня заговорите. Позвольте, сэр. Я его допрошу в своем кабинете. Безнадежный кретин. Это фарс. Арчи, отвези меня домой. Стоять! Вы арестованы и на этот раз. Арчи, звони Паркеру и договорись по поводу залога. Он останется здесь. Это смешно. Мы все хотим одного. Я арестован? По идее, нет. Хотя... Да. Тогда идите к черту. Если хотите продолжать разговор, то порвите ордер и уберите эту тварь. Ах ты! Инспектор, оставьте это окружному прокурору и мне. Как пожелаете, сэр. Но ему это с рук не сойдет. А мне плевать. Сейчас мне нужно одно. Раскрыть эти преступления. Да, сэр. Однажды я помогу вам похудеть. Итак, он ушел. Что вам известно? Во-первых, я хочу знать, за что уволили Крамера. Вы ошибаетесь. Тогда как это называется? Официально ему поручили другое дело. Он зациклился на одной версии. Он только и делал, что думал и говорил о пропавшем шестом валике. Крамер интересовался им? Он подключил на его поиски 50 человек. И хотел еще столько же. И вы его отстранили? Да. В таком случае вы тоже кретин. Я не знал, что Крамер такой прозорливый. Найти шестой цилиндр это если не единственный шанс найти убийцу, то самый лучший. Узнаю ваш стиль. Я так и думал, что у вас только догадки. Вы же сказали, что знаете, кто убийца. Я этого не говорил. Я сказал, что располагаю фактами, которые указывают на убийцу. И вам эти факты тоже известны. Невыносимый ублюдок. Допустим, вы расскажете нам об этих фактах и назовете имя убийцы. Нет, сэр. Почему? Потому что вы по-скотски обошлись с Крамером. Если вы будете сообщать мои мысли Эшу, он может по воле случая раскрыть эти преступления. А я ни в коем случае не собираюсь ему помогать. Боже упаси. Тогда скажите, мисс Гюнтер знала убийцу Буна? Разумеется. Еще бы. Это исключает ваших клиентов. Вы забыли одну мелочь. Чем это дело так примечательно? Тем, что люди считают убийцей Ченни Буна не конкретного человека, а целую организацию, национальную ассоциацию промышленников. Допустим, вы мисс Гюнтер и вы знаете, кто убил Буна. Вы бы выдали его? Нет. Она была предана делу и понимала, что если кого-то арестуют за убийство Ченни Буна, люди перестанут коситься на ассоциацию. Будь у нее улики, к примеру, шестой валик, который указывал на кого-то, она бы спрятала его. Но не уничтожила, потому что не хотела, чтобы убийца остался безнаказанным. Она бы спрятала его там, где его не найти, но где можно его забрать, как только ассоциацией нанесен серьезный урон. Она была удивительной девушкой, но случайно выдала себя убийце и поплотилась. Почему вы прицепились к этому валику? Он у вас с собой? Нет, у меня его нет. А что, если вы блефуете? Я не скажу, что вы наглый лжец, но... Я не говорю, что я не лжец. Все мы рискуем, когда разговариваем с другими людьми. Я могу и идти домой. Арчи. Курица в духовке? Нет, сэр. Еще рано. У вас гости? Женщина. Мадам, у меня десять минут. Вам, наверное, интересно, почему я пришла? Конечно. Утром я говорила с кузеном, он рассказал о вас. Я его знаю. Генерал Карпентер. Он сказал не верить вам, но делать все, что вы скажете. Осталось восемь минут. Если у вас что-то важное, говорите. Он также предупредил, что вы невероятно грубы. Я считаю себя виновной в смерти Фиби Гюнтер. Неприятная мысль. Почему вы так думаете? Я хотела вам рассказать, но вы работаете на этих мерзавцев. Арчи, бери блокнот. Письмо Национальной Ассоциации Промышленников. Господа, обстоятельства вынуждают меня отказаться представлять интересы вашей организации в деле об убийстве мистера Буна и мисс Гюнтера. К чему письму прилагаю чек на 30 тысяч долларов, полученный аванс, и тем самым разрываю наш договор. Чек выписать? Разумеется. Мы не можем послать письмо без чека, а теперь моя позиция нейтральна. О чем вы хотели мне рассказать? Мисс Гюнтер знала, кто убил моего мужа. Мой муж надиктовал что-то на валик и передал его ей. Она намеревалась передать его полиции, но ждала, пока слухи не нанесут ассоциации как можно больший урон. Почему она вам доверилась? Я знала, что она врет по поводу чемоданчика. Я знала, что он был при ней, под столом, в обеденном зале. Она попросила меня не говорить об этом полиции. Она сказала, кто убийца? Поэтому я считаю себя виновной в ее смерти. Если бы я нарушила обещание, рассказав все полиции, ее бы не убили. Как видите, я тоже нарушила закон. Это поправимо. Расскажите мне, где мисс Гюнтер спрятала валик, а я расскажу полиции. Но я не знаю. Она не сказала. Чушь. Она сказала. Не говорила. Поэтому я и пришла. Она сказала, что человека, который убил моего мужа, все равно накажут. Но если единственная улика это пропавший валик, понимаете, почему мне нужен ваш совет. Сожалею, мадам, но ничем не могу помочь. Сходите в полицию и расскажите им все, что сказали мне. Я согласен, если бы вы нарушили обещание, ее бы не убили. Но это она просила вас молчать, поэтому вы не виноваты. Всего доброго, мадам. Ты купил шафран. Да, но он испанский. Где он? Я выброшу его. Не скажу. Арчи, отошли письмо с чеком. В ассоциацию? Да. Десять минут, не дольше. Вы, хотите послать чек? Да, я же обещал этой женщине. Двенадцать минут, не меньше. Это не эксцентричность, это сумасшествие. Двенадцать? А как же операция гонорар? Только не говорите, что у вас проснулась совесть. Простите, но мы потеряли чековую книжку. Я не хочу превратить деликатес в кашу. Выпиши чек и напечатай письмо. Знаешь, Фритц, по статистике 42% всех гениев рано или поздно оказываются в психушке. Арчи, сядь. Нас хочет навестить доктор Волмар. Тебе понадобятся инструкции. Я рад, конечно, но доктор Волмар не психиатр. По крайней мере, у него хватило ума вызвать доктора. Фритц сказал, что... Нет, спасибо. Сколько можно терпеть? Я не буду. Я должен кое-что объяснить. Вы готовы платить два доллара за фунт масла? 50 центов за шнурки? Доллар за бутылку пива? Отвечайте. Не знаю, что это, но сами видите. Если я прошу одолжить пять долларов до следующей войны, это не значит, что я чокнулся. Вам ясно? Кто писал Рой? Он такой с тех пор, как вернулся домой. Он выходил из дома? Арчи предупреждал, что вы прикидываетесь доктором. Ага. Ага. Они вас раздянут и осмотрят каждый сантиметр вашего тела, как осмотрели мое, и найдут отметину, которая указывает на скидку. У меня есть на ухе. Вот тут. Во-первых, нам понадобятся сиделки. Сиделки? Неплохая мысль. Сиделки – чушь. Много сиделок. Отличная мысль. Вы же терапевт. Не можете распознать нервный срыв? Могу. Тогда в чем дело? Дело в том, что он нетипичен. Значит, вы ошибаетесь. Вас плохо учили. У меня мания преследования. И кто кого преследует? Опять начинается. Арчи, скажи ему. Доктор, полиция убеждена, что мистер Вульф знает, кто убил Ченни Буна, но не говорит. Поразительно. Но дело еще хуже. Завтра к нам придут люди из ассоциации, из полиции, из прессы. Все сразу. И хорошо бы, чтобы у нас было заключение врача о том, что ему положен полный покой без госпитализации. Просто побыть дома. Дома. А на какой срок? На очень долгий. Но я должен провести осмотр. Разве симптомов недостаточно? Спокойствие. Нужно исключить неврологические расстройства и убедиться, что это слабоумие. Это просто. Если можно, поскорее. Скажите «а». А. Выше голос. Покажите язык. Хорошо. Еще. Откройте глаза шире. Теперь вращайтесь, следите за пальцем. Прекрасно. Языком тоже крутите. Превосходно. Теперь постучите по голове, вращая глазами, высуньте язык, а другой рукой по животу. А теперь повторите. От топота копыт, пыль, попылю. Это абсурд. Хорошо. Проверим еще кое-что. Ваши рефлексы. Отлично. Пока все хорошо. Теперь тест Роршиха. С чернильными пятнами. Так. Что вы видите? Деревенька в Восточной Европе. У жителей вместо голов монеты. Восточной? А поточнее? А теперь я вижу телятину. Телятину? Да, телятину. Она хорошо приготовлена? Так себе. Так себе? А я считаю, превосходно. Это субъективное мнение. А это что? Лицо мужчины, который курит трубку. Это обезьянка. Значит, обезьянка? Ладно, это обезьянка, как скажете. Ну-ка, пощупаем. Неровности. Неровности? Да, я ищу неровности. Какие неровности? Френологические. Вы закончили? Еще нет. Подержите. Сделаем вскрытие. Зачем? Так надо? Нет. Придется. Я не позволю. Я вижу их, их целой орды. Они в колесницах размахивают своими знаменами. Доктор? Арчи, меня хотят разрезать. Я думаю, этого достаточно. Постарайтесь, чтобы заключение было как можно более убедительным. Обязательно. 20 долларов за унцию шафрана! Два с половиной дня. Нам было нескусно. В четверг, пятницу и половину субботы заключение помогало. Убирайтесь! Газетчики, полицейские, федералы, члены ассоциации понимали, что я держу оборону. На протяжении осады Вульф оставался в своей комнате. И это породило множество споров. Плохо дело! Я до сих пор не пойму, что вы задумали. Нонсенс. Все ты понимаешь. Этот валик ищут 20 человек. Его нужно найти, его найдут. А я пока посижу здесь и подожду. Бред. А что, если его не найдут? Найдут. Его не уничтожили. Он существует. Его найдут. Я поверил Вульфу, поскольку за аренду диктофона мы платили доллар в сутки. Да, сэр. Я хочу поговорить по телефону с Крамером. Организуй. Нет, сэр. Как бы плохо ему ни было, он все равно коп. И ваш здоровый голос бросит тень сомнения на заключение доктора Волмара. Тогда, по крайней мере, выясни, где он. Найти Крамера было просто. Я позвонил ему домой, и он сам ответил. Он был предельно краток. Осада продолжалась. Пришли из ассоциации. Мне довелось повидать множество нервных людей. Но с этими никто не мог сравниться. И я не стал сообщать, что вы ищете валик за свой счет. Мне все равно узнают об этом. Научное название вашей болезни – обостренный злокачественный оптимизм. Мне очень жаль, что Вульф сломался, и я скажу инспектору Эшу, чтобы он вел себя подобающим образом. Простите, но доктор запретил пускать к нему посетителей. Никого. Годвин. Даже страховых агентов. Разорвав договор с ассоциацией, Вульф подтвердил то, что он знает имя убийцы. И я хочу, чтобы он его назвал. Вы правда думаете, что он знает, кто убийца? Многие так думают, но ни при каких условиях. Волмару досталось еще больше, чем мне. Полицейские часами донимали его, но ему это нравилось. Я хочу с ним поговорить. Вы блефуете! Когда мы пришли к Вульфу, он опять начал дурачиться. Смотрите. Значки доллара в виде огромных черных червей ползут по стене. После чего мы удалились. Не знаю, почему они не догадались раньше. И вот в субботу днем случилась катастрофа. Дом Неравульфа Арчи Гудвин слушает. Я был в кабинете один. Когда я повесил трубку, мне стало еще более одиноко. Господин Паяц, готовьтесь. К нам едет именитый невролог по фамилии Грин, нанятый властями Нью-Йорка. Он будет здесь без четверти шесть. Что теперь? Почему ты согласился на это время? Они хотели приехать прямо сейчас. Не ори на меня. Иди вниз. Не нужно подумать. Вы не знаете, что делать? Убирайся. Своим нытьем ты только мешаешь. Для начала отложите вашу книгу. На протяжении следующих двух минут в моей голове проносились слова, не предназначенные для семейного просмотра. Похоже, нас собирались выбить из окопа, который изначально мог занять только умалишенный. У нас траур. Убирайтесь. Позови фрицей, поднимись в кабинет. Фриц! Я безмозглый баран. Согласен. Ты тоже. Ты же знаешь, насколько важен этот валик. Но ни ты, ни я не вспомнил, что мисс Гюнтер была одна в этой комнате добрых четыре минуты в тот первый вечер. То есть, вы думаете, надоело притворяться, что я думаю, фриц? Девушка была в этой комнате одна четыре минуты. У нее в кармане был черный цилиндр. Три на шесть дюймов. Допустим, она спрятала его здесь. Где он? Предлагаете разделить комнату для поиска? Не плевать. Тогда начнем искать. Чертва женщина. Мистер Вульф, это он? Превосходно. Да. Удивительная женщина Арчи. Включи диктофон. Фриц, поздравляю, ты проверил сначала нижнюю полку. Это разумно. Что ж, посмотрим. В чем дело? Не включается? Не торопите меня, я нервничаю. У меня мозги моллюска. Мисс Гентер, это должно остаться между нами. Я только что разговаривал с Генри Ордером. Пять минут мы сидели, не шелохнувшись. Он утверждает, что просто хочет ознакомить меня с фактами, чтобы я избавился. В конце записи я выключил диктофон. У тебя ведь есть номер Крамера? Да, сэр. Отлично, звони ему. Наша литература нуждается в корректировке. К примеру, говорят, что мертвы не болтают. Мистер Бун мертв. Он умолк. Но он говорит. Умолкнувший оратор. Будьте добры, инспектор Крамера. В 4 часа гости рассеялись. Инспектор Крамер занял свое любимое красное кресло. Рядом сидел наш бывший клиент, Дон О'Нил. Сол Пензер сидел у глобуса. Напротив него вице-президент О'Нила Генри Уордер и Алджер Кейтс из бюро контроля ЦЕН. Господа, то, что вы услышите, не обрадует вас троих, поэтому покончим с этим как можно скорее. Мы нашли шестой валик. Его спрятала мисс Гюнтер в этой комнате на прошлой неделе. И сейчас мы вместе его послушаем. Прошу вас, не перебивайте. Арчи, включай. Мисс Гюнтер, это должно остаться между нами. Я только что разговаривал с Генри Уордером, вице-президентом фирмы О'Нил и Уордер. И он сказал... Прекратите! Не двигаться, сядьте. Это конфиденциальная информация. Молчать! Продолжай, Гудвин. Уордеру уже несколько месяцев известно, что президент его компании, Дон О'Нил, потратил по меньшей мере 16 тысяч долларов, подкупая членов бюро контроля ЦЕН. Уордер осуждает взятки и сообщил мне об этом с единственной целью, чтобы я избавился от коррумпированного подчиненного. Но ты удивишься, кого он подкупил. Потому что для меня это было сюрпризом. Он подкупил Алджера Кейтса. За какие-то вшивые 16 тысяч. Я не против, если бы меня предали за миллионы, но за 16 тысяч долларов? Если бы Кейтс сейчас стоял передо мной, я бы с удовольствием придушил его насмерть. Что скажете, мистер Кейтс? Когда вы оказались в одной комнате с мистером Буном, он успел схватить вас за горло? Нет. А вы не лезьте, Кейтс. Сидите и помалкивайте. Потрясающе, мистер Унил. Правда. Почти словом слово. В первый вечер, когда вы пришли сюда, вы накричали на него, словно начальник на подчиненного. А ведь так и было. 20 человек искали между вами связь. Наша полиция некомпетентна. Они даже не выяснили, откуда я взял трубу. Надо же. Он убивается горем. Он дурак. Презренный дурак, чёрт возьми. Не думал, что ты способен на убийство. Я тоже не думал. Она даже не обещала уничтожить Варик. Надо было и тебя убить. Я мог. Ты боишься меня. Удивлён, что я могу совершить убийство. Ты и так всё знал. Успокойтесь. Откуда он всё знал? Я сказал ему. Это ложь. Сидеть. Когда сказали? Это пустая трата времени. Вы можете допросить их в участке. Похоже, он готов помочь следствию. Он готов к электрическому столу. Сидеть. Каким бы плохим он ни был, у него хватило совести признать неизбежное. А вы пытаетесь выкрутиться. Я никуда не пойду. Пойдёте. В тюрьму. В чём дело, мистер Уоргер? Вы отрицаете слова Буна? Я хочу сказать правду. Слова мистера Буна на валике — это правда? До последнего слова. Благодарю вас. Подкуп — это преступление. Мистер Крамер, увидите их. Не могу на них смотреть. Арчи, упакуй валик. Он пригодится Крамеру. Подожди, Гудвин. Я хочу позвонить от вас. Крамер позвонил не в отдел расследования убийств, а выше. Комиссар полиции? Да. Это инспектор Крамер. Кто? Крамер? Да, сэр. Вы же отстранены. Нет, сэр. Я у Нира Вульфа. Не лезьте в это дело. Я не лезу в это дело. Убирайтесь оттуда, или я вас арестую. Да, сэр. Я знаю, что это нарушение дисциплины. Но если вы... Вульфтан? Конечно, он здесь. Вы туда вломились? Нет, не вломился. Я нашел убийцу, улики и даже получил признание. Да, сэр. Вы не ослышались. Пришлите три машины и шесть человек. Вы наглец, Крамер. Да, сэр. И я скажу вам. Дело закрыто. Крамер пришел в одиннадцать часов утра. Пива не желаете? Нет, спасибо. Не хочется. У меня важный день. Думаю, вы слышали, что я вернулся в свой участок, а инспектора Эша перевели на Стейтен-Айленд. Да, мы слышали. Поздравляем вас. Я признателен вам. Но я советую вам быть осторожными. Будете ее лить, я живо прижму вас. И в мыслях не было. Ну, конечно. В общем, мы поняли друг друга. Да. Хороша благодарность. Я говорю, интересный способ благодарности. Арчи, твой недостаток в том, что ты лишен сантиментов. Бред. Меня тронул этот чек на 100 тысяч от ассоциации. Вы бы ни за что не вернули 30 тысяч, не рассчитывая на что-то большее. Приятно, что они так быстро заплатили гонорар. Знали бы о ней. О чем? Мы можем поступить по-разному. Но лучше так. Я буду задавать вопросы и сам же на них отвечать. О чем ты? Вопрос первый. Когда вы нашли валик? В субботу днем? Когда вы шатались, подумав в пижаме и прикидывались дурачком? Сильно сомневаюсь. Вы знали, что он там все это время. Вопрос второй. Если вы знали, где он, зачем вы пытались заставить миссис Бун рассказать о нем? Ответ. Вы хотели убедиться в том, что ей ничего не известно, что она не может пойти в полицию и получить чек на 100 тысяч. Вопрос третий. Какая разница? Если вы нашли валик, почему не отдать его сразу? Ответ. Вам не нравится ассоциация и вы хотели продлить их муки. Ты забыл кое о чем? Да. О мисс Гюнтер. В смысле? Она проявила немалое упорство и даже изобретательность, используя убийство Буна для цели, которую бы он одобрил. Ее смерть не могла остаться напрасной. Я оказался в положении, чтобы помочь ей в ее деле. Да, но... Чуть не забыл. Это вам. Надеюсь, понравится. Господи, он купил вам орхидею. Бросок от Лея. Красавица. У вас сотня таких. Выбросьте. Нет, ни в коем случае. Отнеси Теодору. Это бедное создание нуждается в помощи. О боже. Дважды в один день. Сначала мисс Гюнтер, теперь Крамер принес орхидею. Когда же иссякнет ваша сентиментальность? Фильм озвучен по заказу компании Интра Коммуникейшнс. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok